В этом видео хотелось бы поговорить о давно забытом сериале «Кид против Кэта» и почему его убрали с телевидения. История «Киды против Кэта» началась в далёком 2006 году, созданной киностудии по названию «Студия Би Продакшнс». После того, как мультфильм был показан на низких фестивалях и занял 15-е место среди пилотных выпусков на Mipcom Junior, им заинтересовался канадский кабельный канал UTV, который начал выпуск первого сезона из 26-15-минутных серий. В феврале 2008 года в ровно показ 52-х эпизодов сериала окупил канал Jetix Europe. Роб Бутилье рассказывал, что идея мультфильма пришла к нему в 2003 году, когда он взял себе в дом безволосую кошку, и им очень нравилось наблюдать за реакцией других людей на эту кошку. По мнению Бутилье, безволосой кошки чем-то похожи на пришельцев. Бутилье казалось, что его кошка и в самом деле была злом, и что она, возможно, когда-нибудь попробует его похитить. Главный герой сериала – 10-летний мальчик Купер Баттенбергер, или же Куп и его космический агент Кот Мистер Кэт. Сам Купер ничем не отличается от обычного мальчика. Единственное различие в семье Баттенбергеров – это сам Кот. Кот появился в семье не совсем по своей воле. Этого Кота нашла сестра Купа – Милдред, Миллисента, или, проще говоря, Милли. Главный цель Кота было прибытили на Землю до того, чтобы исправить проблему с мусором и едой на своей планете. То есть он хочет направить кошачье население переселиться на Землю, так как на их планете все завалено мусором. Мистер Кэт постоянно хочет связаться со своим родным миром. Однако, каждый раз Куп сводит на нет его попытки. Из-за этого Мистер Кэт постоянно мстит Купу. Никто, кроме Купы бабушки и дедушки Купа, Фионы и Денниса, не знает о том, что Кот – внеземной агент. Хотя и считает, что он похож на лысую крысу. В каждой серии делает хитро-румное устройство из подручных материалов. Каждый раз Куп его ломает. Мистер Кэт очень любит свою возлюбленную кошку, доктора Кэ. Какой-то Кэ, я не знаю, что за Кэ. Не любит мыться в ванной. Сам по себе он очень чистоплоден, невероятно силен, быстр, но при этом разложительен. И вспыльчив. Не любит, когда ему мешают. Не имеет шерсти, но это очевидно, да? Любит мелодрамы, транслируемые на своей планете. Поначалу терпеть не мог свою хозяйку Милли, но со временем очень сильно к ней привязался. Казалось бы, он мог просто направить на нее пушку или просто направить все свои действия на то, чтобы она ему не приставала. И он бы выиграл. Но тут уже виноват не он, а режиссер Роб Бутилье. Он же и создатель. Да. Идем дальше. Сестре Купа Милли 8 лет. Она же и хозяйка кота. Избалованная и очень вредная. Готовая защитить своего питомца во что бы то ни стало. Она не знает, что кот пришелец. Благодаря громкости своего крика она имеет власть над отцом, который готов сделать все, чтобы она замолчала. Одновременно как и кот подставляет своего брата. Отец Купа Барт. Которая думает, что с ней стало. Поставьте сейчас на паузу и прочитайте. А я иду дальше. Деннис Лоурен Чан лучший друг Купа. Верит в сеори заговора. Считает многие городские легенды правдой. Мечтает, чтобы за ним прилетели пришельцы. Разница в дне рождения Купа и Денниса составляет один день. И они всегда хотят одинаковые подарки. Страхи Купы и Денниса одинаковые. Они оба бояц пауков, тинаты, старуху Мэнсон, яблок в сахаре, оборотней, двухэтажных автобусов. Що блять. И тра... труб... трубка зуба. Кто? Шо? Ладно. Энни Люся Мансон, старушка-соседка семьи Купа. Докосить злая, вредная, противная. Говорят, что ей 350 лет. Все, что попадает к ней во двор, она считает своим. И хранится в сарае. Ненавидит все, кроме сестры Купа Милли. Своего пса и садовых гномов. Состоит в клубе садовников, в котором одни старики. Кот часто ворует у нее вещи и обвиняет в этом Купа. Она не называет Купу по имени, а только по фамилии. Актер, исполняющий роль капитана Бластероида, ее пелемянник. Поэтому она знает о нем практически все. Чему очень удивлялись Купы Деннис. Я это все говорил, чтобы освежить вам память. Так как я сам когда вспоминал этот мультсериал, я думал, что он называется не Кит против Кэта, а Кэт против Кота. Так что вот так вот. Но все задаются вопросом, куда пропал сериал. Почему его не показывают на канале Дисней, как было раньше. Ответ прост. В 2011 году в записи Бутилье в фейсбуке, где он сообщает, что не собирается продолжать сериал. И лично прикладывать ответственность на производство новых серий Дисней и ЮТВ. А также, что сериал будет отменен после второго сезона. Но недавно в фейсбуке роботилье сделал пост в твиттере. Цитирую, что он написал. Сегодня я нашел мятный взрыв из прошлого, в глубине шкафа. Все еще не распечатанный. Возможно, это и к лучшему. А также на картинке, которую он предоставил, написано Фриски Фиши Битс. Или же резвые рыбные кусочки. А дальше идет надпись Веминти Фреш Фиши Снак Джаст Фор Мип. На русском это будет мятная, свежая рыбная закуска только для Мипа. Спросится, а кто такой Мип? Знаете, если бы не моя память, я бы не рассказал вам, кто это. Мип – это герой мультсериала Финниса Ферба. Он является агентом межгалактической безопасности, которая проводит большую часть своего времени. Исследуя глубокий космос в поисках всего, что может представить угрозу внеземному порядку и безопасности. Несмотря на то, что Мип относительно мал и слаб на вид, он обладает острым умом и замечательной силой. Он, похоже, регулярно вступает против межгалактического преступника Митча. Ну а на этом все. Если тебе понравился ролик, пожалуйста, поддержи лайком и подпиской. Я буду рад. Если ты хочешь попасть в мой следующий ролик, просто напиши классный комментарий. Лучшие три комментария я вставлю в следующий ролик. Если у тебя есть предположение, что можно снять, напиши мне ВКонтакте. Ссылка в описании. Или просто напиши комментарий. Может мне эта идея зайдет, и я сделаю ролик. До скорых встреч!